Всем привет! Я Юля, а это Вика. У нас с Викой есть два проекта в сфере красоты и здоровья для женщин и детей. Здравствуйте! Я Кубрина Наталья, я мама двух дочек. Я хочу построить бизнес на изготовление имбирного чая, фруктов, чипсов и пастилы. Меня зовут Люба, у меня двое детей, и у меня уже есть свое дело – Центр развития. Любовь Трубачева, мама-предприниматель, преподаватель математики. Переехала из Черлака в Исселькуль, открыла развивающий центр для детей. Мы проведем с ней день и узнаем, каково это – быть мамой в деле. Все здороваются. И что это такое? Мне казалось, что Исселькуль больше Черлака. Здесь вообще должны люди рассеяться, не знать друг друга. А тут, оказывается, приветливее оказались люди. Но в то же время они не подпускают близко к себе, потому что я чужая. Мы сначала жили в деревне, в Татарке, в Точерлакский район, и потом в Черлаке жили. Еще два года муж военный. Нас могут перевести в любое время подневольные люди. Я иногда себя считаю не очень хорошей мамой, потому что у меня все быстро, 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 быстро. Меня в школу, Максима в садик. Когда родилась доча, я в декрете просидела ровно три года. Я готовила маленькими кастрюльками еду, как хорошая жена ждала мужа с работы. 31 января моему ребенку исполняется три года. 25 января мне срочно захотелось на работу. Я решила попробовать поучаствовать в конкурсе в местном от Черлакского района на получение субсидий. Составила проект, защитила, получила первую поддержку. На эти деньги, на собственные средства открыла там свой центр. Я бы сказал, что оптимально вообще идти в малые города. В селах сложно, в миллионниках сложно. А вот в малых городах прекрасно развивать бизнесы свои. Малые сельские поселения, они не факт, что это будет суперприбыльный бизнес. Он больше будет проблем доставлять. А вот районный центр, это уже история поинтереснее. Люди зачастую друг друга знают. Это особенность, очень колоссальная особенность. Поэтому первое, идете к замглавы. Ну или к главе. Если совсем маленькое, идете к главе. Глава знает в большей степени, как живет его территория. Это факт. Если он не знает, то у этой территории большие проблемы. И вы для нее будете либо совершенно чуждой, неважно живете вы там или нет, со своей предпринимательской идеей. Либо вы там будете очень сильно нужны, но это маловероятно. Идете к тому, кто за эту территорию отвечает и общаетесь с ним. Это первое, что нужно сделать. Второе, шаг, который вы должны сделать, а вообще изучить и узнать эту территорию, если вы на ней не живете. Соответственно, вам нужно искать людей, которые будут за вас и к вам очень сильно лояльны. Люди точно знают, что им нужно. Это факт. И если им задавать правильный вопрос, плюс-минус прогнозировать, что они вам ответят, можно точно узнать, а надо или не надо. Если брать особенность про детские центры, вам могут все сказать, да, он здесь нужен. Но если вы посмотрите внимательно, поконсультируйтесь. Желательно так, допустим, есть у какой-то там семьи дети, которые говорят, что нам детский центр развивающий нужен. Но при этом их соседи знают прекрасно, что их дети подвержены 95% времени сами себе. И они бегают там в ограде или где-то рядышком с соседскими детьми. И всем вообще пофиг, как они развиваются. А еще они знают, что семья, к сожалению, выпивает. И они детям даже игрушки последний раз покупали там 4 месяца назад. Это для вас сигналы, что вам соврали. Поэтому глава, потом идти по людям. Только не говорите им, что вот я открываю детский центр. Это вы точно проиграете. Вам люди соврали. Хотя бы один раз в месяц мы болеем. Нам помогает хорошо бабушка, мама, мужа. Если заболел Максим, то приезжают, забирают к себе в гости на недельку. Если не получается, то уже тогда сами как-то выкручиваемся. Муж работает сутки через трое, когда сутки через двое, он сидит. Дочь уже взрослая, без отрыва от производства болеет. Я открыла в Черлаке первый детский центр, когда уже находилась во втором декрете. Сыну исполнилось 10 месяцев. Идей множество. Пока в декретном отпуске сидишь, там голова просто взрывается. И то, и то, и то. И тем и тем занялся. И все, что не придумывается, все связано с детьми. Мне хотелось открыть центр по подготовке к ЕГЭ. Когда открыла, тогда, наблюдая, наблюдая за спросом, оказалось, что готовиться к ЕГЭ желают дети и родители больше в индивидуальном порядке. А вот как раз такие услуги, как подготовка к школе, группа продленного дня для учащихся начальных классов. Был запрос, и мы начали потихоньку вводить эти услуги. 200 квадратных метров арендовали помещение. И получилось так, что пришлось поменять место жительства. Мы переехали в Василькуль. Как раз в тот момент я допустила свою первую ошибку по бизнесу, когда я вдруг решила его продать. Сейчас я считаю, что продавать бизнес – это не совсем правильно. Потому что можно расширяться и филиально, и готовить себя к какой-то франшизе, но не продавать. Утром у меня не получается дома поесть. Поэтому развезла и ем. Красивые же у меня полочки, да? Встречают по одежке. На ума тоже хватает, поэтому провожать тоже есть с чем. Мне нужно, чтобы все было красиво. У меня есть любимый цвет – оранжевый. У нас еще были оранжевые галстуки. Сейчас, слава богу, оранжевых галстуков нет, но у нас есть оранжевые подушки. И у нас очень много оранжевого настроения. Мне хочется, чтобы это был прям такой бренд-бух. Как будто бы мы, да, вот у нас все в одном стиле. Чтобы мы были узнаваемы. Она себе сделала имя. И имя это появилось месяца, наверное, за четыре. В Иссельголе менталитет местных жителей – это большая деревня. Но люди избалованы. И требования, которые они предъявляют к новым людям, которые вдруг какие-то услуги им предлагают, тоже, кстати, весьма и весьма. Первое время сразу же хотелось открыть центр. Не все решено было с пропиской. Поэтому я обратилась к своей знакомой. Предложила ей оформить это помещение на ней. Мы проработали с ноября по июнь. Пошел Косиков народ. Не только из Иссельголя, но и из населенных пунктов поблизости. Видимо, характерами не сошлись. И оказалось так, что понимание пропало. Был такой день. Очень такая стрессовая ситуация, когда с утра мне сказали, что я здесь никто. Мне пришлось собрать свои вещи и уйти. Когда как раз дома никого не было. Ого, я сейчас разревусь. Все. Не переживай, все нормально. Сейчас я его допустим. Культовые детективы. Любимые сериалы. Как дела? Мировое кино. Ежедневно, круглосуточно, на продвижении. И один из самых успешных комиков в мире. Ищите продвижение в своем пакете каналов крупнейших операторов спутникового телевидения. И больше не переключайтесь. Каждый раз, когда я сужусь на диету, я хотела бы дойти до конца. Хотите избавиться от лишних килограммов без вреда для здоровья? Нужно похудеть не быстро, нужно похудеть качественно и надолго. Мы расскажем вам о главных ошибках на этом пути. Похудеть проще пареной репы. Исследуем реальность и разоблачаем мифы в программе «Человек худеющий». Как отыскать нужный аксессуар? Сара Джессика Паркер имеет в своем гардеробе Павлова посадские платки. Эволюция любимых вещей сквозь призму времени. Первый стандарт платка появился еще в 18 веке. Телепроект для модниц «Вещь в себе». Новые выпуски каждый понедельник в Омском эфире телеканала «Продвижение». Оливье. Наша классика, наша легенда. Раньше было вкуснее. Чем выше горочка, тем правильнее подача. Как приготовить блюдо из нашего советского прошлого? В чем секрет кулинарных достижений СССР? Кофе подавали в бонус стакана. Телепроект для гурманов «Вкусно по ГОСТу». Незренный помощник позволяет четко видеть миллионам человеку. Почему в кофейне пахнет карамелью? Это плавится сахар в бабах. Кто-то почувствует горький шоколад или грейпфрут. Чем закаленное стекло отличается от обычного? Такое стекло прочнее обычного в пять раз. Сломать его, как шоколад в руке, уж точно не получится. Свойства привычных вещей и явлений в телепроекте – это работы. Новые выпуски каждый вторник в Омском эфире телеканала «Продвижение». В тот день, получается, не было дома никого, я одна. Муж, дети, все у бабушки. Я ушла домой, мне было очень плохо. Мне казалось, потому что я умираю. Официально, на самом деле, по закону, я оформляла не на себя. Мы договаривались, что центр мой, идея моя, она у меня работает. И только вот оформлено на нее помещение. Она у меня будет работать помощником, где-то в административной деятельности помогать мне, где-то как помощник воспитателей. В какой-то момент, видимо, ей показалось, что это ее, и она может тут все делать сама. И поэтому нам пришлось разойтись. Финансовых вложений со стороны моей знакомой не было никаких. Все делала я, плюс к тому элементарный какие-то косметический ремонт. Мы не пришли к общему знаменателю. Я предложила изначально, что я занимаюсь здесь своим делом. Работа ваша меня больше не устраивает. Когда я ей сказала, отправляйся домой, она сказала, нет, я здесь хозяйка. Шок, ужасно. Это не описать просто. Она просто в такую ситуацию попала впервые. Я изначально понимала все эти риски. Просто я надеялась на то, что все-таки вот можно так работать. И теперь я знаю, что нельзя. Муж был против, чтобы я вот это вот все заново открывалась. Он недопонимал, что как могло такое произойти, что вот я чуть ли там днями, ночами дома не нахожусь, не сплю, постоянно думаю, что-то там новое создаю, создаю, создаю. И тут раз, кто-то у меня это отобрал. Мебель я всю вывезла с собой. Техника осталась частично, свое личное забрала. Все, что до получения гранта, все, что было куплено на мои личные средства, я это забрала. Осталось все, что было куплено на средства гранта. Ну и, соответственно, мое время, убитое на развитии этого центра. Конечно, сейчас ей трудно начинать. Ну-ка раскручивать с нуля и столько потерять. Мои педагоги ушли вместе со мной, и большая часть наших детей ушли вместе с нами. И поэтому в любом случае я работала на свое имя, на своего клиента. Когда она мне позвонила и сказала, Нина Антоновна, я обязательно открою уже на 1 сентября свой центр. Опять это будет мое ИП, вы пойдете со мной. Я сказала, конечно, даже без разговоров и без обсуждений. Это помещение мне нравится больше, чем мое прежнее. Здесь у нас просторнее, на 20 квадратов больше. У нас очень уютная игровая комната. Кабинет развивающих занятий очень удобный, комфортный. Здесь находится мой кабинет. И еще, с другой стороны, у нас более такой просторный зал, где мы можем и занятия проводить, и также проводить наши праздники. До открытия получилось набрать такое количество клиентов, что я уже понимала, что, по крайней мере, окупить аренду и заплатить зарплаты своим работникам я смогу. А если на старте это получается, то, значит, плечи расправляем и работаем на всю катушку. У населения есть большой процент людей, которые заморачиваются развитием своего ребенка. Соответственно, это сигнал. Где есть хотя бы тысячи человек, населения, где есть маленькие дети, однозначно будет некий центр развития. Ну и, будем откровенны, отдаленные территории, где есть некий ресурс, особенно специфический. Это прям сигнал, потому что это общероссийский тренд, на котором можно сыграть именно в Омской области. Допустим, под Муромцево. Это дикоросы, сбор их и так далее. Ну вот есть очень классный пример, очень известная барышня Гузель Санжапова с республики Башкоркостан, которая восстановила деревню только за счет того, что там в деревне живет ее бабушка. В той деревне есть мед, там недалеко пасеки. Есть бабушки, которые знают эти рецепты. Что она придумала? То есть паковать их в маленькую тару и возить туда, где есть на это потребность. В частности, в Москву. Деревня начала жить. Готовят исключительно бабушки, но большие объемы, и это стоит недешево. Поэтому это открытый рынок. Здесь однозначно все, что растет, причем заметьте, насколько это дешево. Вам ничего не нужно, за вас природа все решила. Вы посмотрите внимательно, есть сезонные такие, как грибы, которые стоят вот так вот вдоль дороги и трассам. А есть люди, которые платят деньги тем, кто собирает, забирают у них большие объемы, моют, фасуют и продают в 4-5 раз дороже. И это абсолютно точная история про Омскую область. Абсолютно точно. Сейчас будет набирать огромный тренд и популярность – это личные подсобные хозяйства и крестьянско-фермерские. Сейчас город начнет активно, на мой взгляд, опять же, обращать внимание на всякие домашние морковки, свеклу и так далее. Если у вас есть несколько соток земли, подумайте об этом. Сейчас родители – это интернет родители. Те, которые живут в интернете, подписаны на крутых блогеров в Москве, в Омске. То есть они видят, как развиваются детские центры, как занимаются родители на дому со своими ребятишками. Я слежу за новостями, мы стремимся быть не хуже больших городов. Предлагаем все новинки. У нас появилась услуга «Ментальная арифметика». Мы прошли вместе с моим педагогом Еленой Валерьевной. Я занимаюсь с детьми, со школьниками, она с дошкольниками. Пока зашло это как новинка, интересно. Причем ребятишки, которые приходят на пробный урок, в стопроцентном составе остаются на занятиях. Через социальные сети мы все это рекламируем. На лето тоже есть всякие различные задумки, больше уже такого досугового характера. Это летний лагерь. Ну и организация праздников различных. Очень пользуется спросом. Такая услуга, как чтение на лето. Ребятишкам задают список, дети его дома читать не хотят. А мы в игровой форме все это преподносим, обсуждаем. Я в ней не сомневаюсь. Я боюсь ее очередных проектов. Они чертовски имеют тенденцию сбываться. Получилось подобрать коллектив, а это много очень значит. В Исселькуле трудно найти работников. Сплотились мы больше после ситуации с распадом. Они меня поддержали, поддерживали на протяжении всего лета. Если нужно помочь, конечно. По-матерински к ней отнеслась, потому что она возрастом моих детей. Поэтому первое такое впечатление, это действительно для меня ребенок. Девчонка молодая, но глаза у этой девчонки очень умные. А я привыкла людей оценивать по взгляду. Она совсем сама справится. Такой ребенок. Доча, я такси вызвал. Едешь домой, разогреваешь картошку с котлетами и поешься максимально обязательно. И пропылесосник. Развешиваю белье, постираю, сделаю уроки, сварю пельмени. Все делаю. Она еще как-то умудряется и с дочей и с сыном. Тут и доча, и сын. У нас тоже наши ученики. Я после школы выхожу сюда. У меня продленка. И потом у меня папа и мама идет. Я не знаю, как она это может. У нее где-то есть запасная батарея. Другого варианта нет. Даже не хочу думать, в каком месте у нее USB кабель подключается. Но то, что она на дополнительной подзарядке, это точно. Нормальный, спокойный график жизни – это не для нее. Я боюсь, ей будет скучно жить. Раскручивать на самом деле всегда сложно. Нужно заслужить доверие. Конечно, я и до сих пор в минусе. Если я открываю все заново, мне нужно оборудовать опять новые кабинеты. Но я сейчас не считаю вот эти средства. Я считаю, конкретно то, что мы зарабатываем в течение месяца, этих средств хватает на то, чтобы заплатить аренду. И вот какие-то текущие платежи, зарплата, расходные все материалы. На это хватает. И хватало с первого месяца. Оливье Оливье – наша классика, наша легенда. Раньше было вкуснее. Чем выше горочка, тем правильнее подача. Как приготовить блюдо из нашего советского прошлого? В чем секрет кулинарных достижений СССР? Кофе подавали в бонус стакана. Телепроект для гурманов «Вкусно по ГОСТу». Изременный помощник позволяет четко винить миллионам человек. Почему в кофейне пахнет карамелью? Это плавится сахар в бобах. Кто-то почувствует горький шоколад или грейпфрут. Чем закаленное стекло отличается от обычного? Такое стекло прочнее обычного в пять раз. Сломать его, как шоколад в руке, уж точно не получится. Свойства привычных вещей и явлений в телепроекте – это работы. Новые выпуски каждый вторник в Омском эфире телеканала «Продвижение». Учу тому, чтобы он не чувствовал свое личное пространство и разделял со всеми все. Это же хорошо, уже делится. Кому хорошо? Как ответить агрессору? Переломить спор в свою пользу? Можно начать платить, можно начать смеяться, можно начать вспомнить, что, блин, а что же на этого вот заразу злюсь? Психологические эксперименты, беседы с экспертами в студии. А есть какие-то специальные позы, стоп-слова? В программе «Не стандартно и легко, а психологии». Новые выпуски каждую среду в Омском эфире телеканала «Продвижение». Когда человек приходит из унылой повседневности сюда, здесь ощущение праздника. Любовь Александровна этот праздник им предоставляет. Везде, всюду спрашивают и говорят, идите в вершину, которая в Сбербанке, а не которая в Ледовом. Люди идут на знакомых. Работает сарафанная ракетка. У нас такой график работы. Вы сами видите, что мы с вами сейчас разговариваем, а у меня уже ученики мои выглядывают, что уже пришли на скорочтение. Мы постоянно оптимизируем процессы. Метод проб. Сейчас приехала с Миссуков мама двоих детей. Я говорю, как вы будете ездить? У вас машина? Нет, мы на автобусе будем лазить. Потому что ребенок уже Новый год, а он мечтает до сих пор в первом классе. Пока с начала открытия выходных у меня никаких не было. Вот эти последние три месяца я учусь в школе социального предпринимательства. Занятия по выходным. Соответственно, неделю отработала. Нужно обчаться с утра, очень рано. Просто на возраст посмотришь, но нужно справиться. Да не знаю я. Как я заряжаюсь. Я прихожу мертвая, домой прям вообще лошмя. Она приходит уставшая. Сначала она хочет полежать, потом она вспоминает, что ей надо что-то сделать. Она идет на кухню, делает одно, потом делает другое и все. Пока я иду к той цели, что, возможно, с нового учебного года можно было бы открыть частный детский сад, по крайней мере, попробовать одну группу. Если я решусь на это, значит, это будет большой детский центр с группами. Заряда хватит должно. Нам нужно платье нарядное выбрать. Так, ну и сначала давайте тут, как мы с вами обычно делаем, рекламки наши. И вот здесь вот билетики. В тот момент, когда происходил распад, и мы готовились к открытию нового центра, мне хотелось параллельно открыть вершину. Да, у нас на баннере написано «Вершина центра развития детей», «Вершина детских товаров». Мне хотелось бы, чтобы в Истелькуле был такой большой магазин, где красиво стоят игрушки, в большей степени развивающие игры и игрушки, где есть коляски, кроватки, памперсы, питание. Ну, я решила притормозить, потому что вдруг не хватит заряда. Ну все, переодевайся. Да, я думаю, что можно. Я без обеда сегодня, да. У меня был сегодня творог с утра и одно яблоко. Больше я ничего не ела, поэтому я его сейчас буду много есть. Если брать развитие, я где-то сделал, у меня получилось, я хочу идти дальше, то здесь вы нарветесь на другое. Такого, как вы, там, скорее всего, не будет. Вам какое-то время придется провести на той территории, на которую вы хотите попасть. Причем физически провести, там, условно, снять дом и пожить какое-то время, хотя бы недельку, чтобы понять, как там процессы развиваются. А еще лучше ставить свой бизнес, потому что без контроля, а контроль будет сложнее строить, очень большие риски к тому, что проект схлопнется. Или без контроля, великие риски, если люди все узнают, а вы-то зачем-то впоследствии будете нужны. Они сделают то же самое. Но развиваться однозначно нужно и смотреть на это нужно. Для этого все-таки нужно делать хорошую аналитическую работу. Ну, то есть ехать и ножками ходить. Мы зачастую придумали себе картинку в голове, взяли котлету денег и поехали и говорим, что все будет так, как мы себе придумали в голове. Хорошо, если так. Иногда я притворяюсь хорошей женой. И тогда не балуйся. И тогда я прихожу вечером дома и через силу готовлю. У меня муж никогда не жарит котлеты. Ну, фарш, он мне все приготовит, приготовит, приготовит вот это вот, а я уже пришла их нажарила. Все равно вот на подхвате все. Доча 11 лет. Помогают, куда деваться. Она придумала неделю назад какие-то новые правила, что я должна каждое утро заправлять кровать, она должна каждое утро заправлять кровать, а папа должен следить, чтобы в зале не было всяких вещей, игрушек там Максимкиных и все такое. А если мы это не делаем, то надо читать книжку, пять листов, или приседать, или отжиматься. Мы пока никто ничего не делаем. Постоянно думаю, зачем. Все говорят, что если нет цели, то, значит, это не бизнес никакой, и вообще это не понять, что. Я пытаюсь сформулировать ее цель, вот эту вот, что, к чему я вообще иду. Я хочу увидеть вот ту красоту, которую я совершу когда-то. Я хочу понять, может ли с меня получиться какой-то там крутой бизнесмен, бизнес-леди, да, которая может филиально вести работу, которая может управлять несколькими коллективами. Пока я только учусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова